За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 152 происшествия. Из них 11 преступлений, 5 из которых раскрыто. По 6 проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привлечено к ответственности 54 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 22 дорожно-транспортных происшествия. Жертв и пострадавших нет, причинен материальный ущерб. В период времени с 3 по 12 марта текущего года на территории города Наринмара и поселка Искатели Ненецкого автономного округа сотрудниками отдела ГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу провели специальное мероприятие «Нетрезвый водитель» с целью массовой проверки автотранспорта, выявления водителей в состоянии опьянения, а также грубых нарушений правил дорожного движения. В ходе мероприятия автополицейские проверили 820 единиц автотранспорта. Выявлено 12 водителей в состоянии опьянения, из которых двое управляли автомобилем в состоянии опьянения повторно. Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. В целях профилактики и предупреждения преступлений против личности и имущества граждан в общественных местах, в том числе на улицах, с 10 по 12 марта проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь». Нарушение общественного порядка не допущено. В целях проверки условий сохранности огнестрельного оружия с 6 по 7 марта проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Ружье-2017», в ходе которого проверено 33 владельца, составлен 21 акт обследования условий хранения оружия, выявлено 2 административных правонарушения по части 1 статьи 20.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. По заявлению на утилизацию принято решение в отношении 5 единиц оружия, хранящейся на складе более одного года. 6 марта текущего года к участковому полномочному полиции села Великовисочное обратил женщина 69-го года рождения с заявлением о краже имущества из гаража. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска установлено, что житель села 96-го года рождения путем срыва навесного замка проник в гараж и совершил хищение 50 литров бензина и запасных частей от снегохода. В настоящее время похищенное имущество изъято злоумышленников. По данному факту следователям Следственного отдела Управления Министерства внутренних дел России по Ненинскому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом Б части 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, кража, совершенной с незаконным проникновением в помещение. 10 марта текущего года в актовом зале Ненинского краеведческого музея состоялась торжественная церемония вручения паспортов к гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста. Организатором данного мероприятия выступили представители Государственного бюджетного утверждения Ненинского автономного округа, Региональный центр молодежной политики и военно-патриотическое воспитание молодежи Ненинского автономного округа. Совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по Ненинскому автономному округу. Торжественное мероприятие по вручению паспортов началось с исполнения Государственного гимна Российской Федерации. После чего заместитель начальника отдела по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по Ненинскому автономному округу, подполковник полиции Татьяна Шевелева и руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненинска автономного округа Илья Иванкин выступили и пожелали молодым людям быть достойными гражданами своей страны. соблюдать ее законы. Всего в торжественной обстановке юным гражданам Российской Федерации вручено 14 паспортов. В дежурную часть полиции обратились две жительницы округа с заявлением о хищении денежных средств телефонными аферистами. В первом случае сотрудникам полиции стало известно, что на стационарный телефон потерпевшей позвонил неизвестный мужчина, представивший старшим инспектором Федеральной службы по финансовому мониторингу, сказал женщине, что ей положено выплата по страхованию в размере 375 тысяч рублей. Но для осуществления перевода необходимо оплатить страховой взнос в размере 26 тысяч 765 рублей. Злоумышленник сказал потерпевшей, что деньги нужно перевести в банке посредством услуги «Золотая корона» и указал имя и фамилию человека, которому необходимо перевести деньги. В ходе телефонного разговора мошенник был очень убедительным и женщина, не задумываясь, перевела денежные средства на имя человека, указанного в телефонном разговоре. Через некоторое время мошенник снова позвонил потерпевшей и попросил у нее уникальный контрольный номер перевода для снятия денежных средств. Женщина продиктовала ему контрольный номер. На следующий день заявительница пришла в банк, чтобы получить страховую выплату. Но сотрудник банка сообщил потерпевшей, что денежные средства на ее имя не перечислялись. Во втором случае неизвестное лицо совершило списание денежных средств банковской карты женщины в общей сумме 28 тысяч рублей. Со слов потерпевшей правоохранители установили, что никаких банковских операций и денежных переводов она не производила. На мобильный телефон заявительницы поступил звонок с неизвестного номера и мужчина, представивший сотрудником безопасности банка, сообщил заявительнице, что в работе банка произошел сбой и что деньги со счета могут ошибочно списаться. Также в ходе телефонного разговора сотрудник банка сказал, чтобы отменить операцию по списанию денежных средств банковской карты, необходимо при входе в личный кабинет Сбербанк Онлайн ввести код, который придет в смс-сообщении на мобильный телефон потерпевшей. Заявительница внимательно выслушала телефонного афериста и, не раздумывая, выполнил все его рекомендации. Через несколько минут на ее мобильный телефон снова пришло сообщение о снятии с банковской карты денежных средств в сумме 28 тысяч рублей. Только после этого женщина поняла, что стала жертвой телефонных аферистов. В настоящее время по данным фактам сотрудники полиции проводят проверки. С 13 марта на территории Ненецкого автономного округа стартует первый этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Она продлится до 24 марта. Целью данной акции организовать привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, обеспечить сбор и проверку оперативно значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц. Жители Ненецкого автономного округа могут сообщить информацию о наркопритонах, точках сбыта наркотиков, фактах культивирования наркосодержащих растений, а также о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Нарушение правил легального оборота наркотиков и других преступлений и правонарушений можно направить на электронный адрес ОМВД мвд 83 собака мвд.гов.ру, либо оставить сообщение на сайте «Прием обращений», а также о данных фактах можно сообщить по телефону 8-911-650-57-49, а также по телефону «Доверие МВД России по Ненецкому автономному округу» 8-818-53-421-52. Отдел по контролю за оборотом наркотиков по телефону 8-818-53-426-42 или 421-40. Анонимность гарантирована. Период времени с 1 по 30 апреля на территории Ненецкого автономного округа пройдет акция «Российский паспорт за три дня» с целью популяризации и получения государственных услуг в электронном виде по оформлению и выдаче паспорта гражданина Российской Федерации в сокращенные сроки. Жители округа имеют возможность принять участие в акции при соблюдении следующих условий. Первое. Регистрация по месту жительства заявителя на территории Ненецкого автономного округа. Второе. Обмен паспорта гражданина Российской Федерации должен быть по причинам. Достижение возраста 20 лет. Достижение возраста 45 лет. Изменение установочных данных. Третье. Паспорт гражданина Российской Федерации, подлежащий замене, должен быть выдан территориальным органам Федеральной миграционной службы Ненецкого автономного округа. Например, Управление Министерства внутренних дел России Ненецкого автономного округа Архангельской области, отделом Федеральной миграционной службы России по Ненинскому автономному округу, отделом по предоставлению государственных услуг гражданам Российской Федерации, УФМС России по Архангельской области и Ненинскому автономному округу. Твердое. Заполните и направить заявление на выдачу паспорта гражданина Российской Федерации в электронном виде через личный кабинет единого портала государственных услуг по адресу www.gosuslugi.ru. Оплата госпошлины будет с учетом скидки 30% и будет составлять не 300 рублей, а 210 рублей. Запорчили утрату паспорта гражданина Российской Федерации не 1500 рублей, а 1050 рублей. Напоминаем, что зарегистрировавшись один раз на едином портале государственных услуг, гражданин имеет возможность без потери времени и ожидания в очереди получить необходимые услуги как по вопросам миграции, так и в отделе ГИБДД, учреждениях здравоохранения, ЖКУ, налоговой инспекции, отдела ЗАГС и другие. Предоставление оригиналов документов и получение готового паспорта гражданина Российской Федерации в отделе по вопросам миграции, управление Министерством внутренних дел России по Ненецкому автономному округу гражданину назначается индивидуально в удобное для гражданина время, без потери личного времени и ожидания в очереди. К сведению, готовность паспорта гражданина Российской Федерации можно отследить в личном кабинете на едином портале государственных услуг. При возникновении вопросов на получение паспорта гражданина Российской Федерации, звонить по телефону 8-800-18-53-402-72. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть УМВД России по Ненецкому автономному округу по телефону 02 или 4-21-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя.